Песенный марафон регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы» продолжается. Легендарная песня уже прозвучала на макшанском, эрзианском, марийском, башкирском языках. Творческий коллектив Самары исполнил ее на русском. Песенный марафон регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы» За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся. А те, кто остался в тылу, ковали победу у станков и в поле. В те сложные годы Волжский город стал запасной столицей СССР. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от советского информбюро Юрий Левитан. Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. В Самаре гимн Победы исполнил Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Это уникальный творческий коллектив, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее наследие народов по Волжье. Для Самары, для Волжского хора мы всегда всю жизнь занимаемся уже более 65 лет именно патриотическим воспитанием и сохранением культурного наследия великой страны. И поэтому этот день мы точно не могли пройти мимо. И все как в одном порыве были готовы исполнить эту песню. Наш День Победы – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. Самара передаст эстафету Республики Татарстан. 6 мая к акции «Присоединимся и мы». А в День Победы легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Видеоролики регионов-участников размещаются в социальных сетях по хэштегам «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы» и на Ютюбе.